Надо подойти к святому человеку, покланяться ему и спросить его, где успех? Мужик, где успех? И он такой, он же смиренный, он скажет, иди туда, и там будет успех. Вы понимаете, святые пыль так не действует. Они говорят, слушай, мужик, ты слишком гордый, иди и работай там, где Бог дал. Вот я перевожу вам дословно, как святой человек вам скажет. Иди и работай там, где Бог дал, постепенно к тебе придет успех. Сначала работай там, где Бог дал, трудись, а потом придет успех. Я помню, как я начинал читать лекции. Я никогда, я читал всегда лекции, где Бог давал. Приходило по три человека иногда, по пять, читал лекции. Нет, не важно было, много людей, мало. А когда я учился в институте, мне приходилось, так как из малоимущей семьи, я работал и дворником, и сторожем, и медсестрой. Судно носил у людей. И просто радовался с возможностью служить людям. Бог постепенно видит, как человек радуется труду, он дает ему больше возможностей. Так развивается личность. А если я пытаюсь сразу прыгнуть на девятый этаж, я разбегаюсь, 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 и бум, лбом об стену. Ну что такое, в чем дело, ну почему? Что это у меня не получается на девятый этаж прыгать? А на девятый этаж прыгать не надо. Надо зайти сначала в подъезд, в любой подъезд. Вы говорите, а в какой деятельности у меня успех будет? Да ни в какой. Вы хотите на девятый этаж? Пожалуйста, в любой подъезд заходите. На первый этаж, первую ступеньку вставайте. Потом будет вторая ступенька, потом третья, потом будет первый этаж. А потом, когда повыше заберетесь, поймете вообще, в какой подъезд он надо было идти. Сверху видно уже лучше, понимаете? Когда человек развивается как личность, он уже лучше может видеть, что ему делать. Когда молодые люди ко мне подходят, говорят, где мое предназначение, чем заниматься? Я говорю, иди и занимайся там, где тебя ждут. Потом, если чувствуешь не то, поменяй. Пройдет года два, и ты будешь точно знать, чем тебе заниматься. Если ты будешь ходить и спрашивать, то так ты ничего не найдешь. Один молодой человек все-таки добился от меня, чтобы я сказал, какова его природа. Я сказал. Потом на следующей лекции он пришел ко мне, и я спросил его сразу же. Я говорю, ты думаешь о том, чтобы поменять работу? Он говорит, нет, не думаю. Я говорю, а почему? Я же тебе сказал, какое у тебя предназначение. Он говорит, ну я начал сомневаться. А я говорю, а я знал, что ты будешь сомневаться, поэтому тебе не отвечал. Он сидел рядом с девушкой со мной. Я говорю, ты женат вообще? Он говорит, нет. А к девушке, говорю, а вы? Она говорит, тоже не замужем. Я говорю, ну женитесь вот вместе, все. Она посмотрела на него и говорит, я не хочу за него замуж. Он говорит, я тоже не хочу ее брать. Я говорю, ну если вы, как говорили, никак бы не принимаете моего совета по поводу того, с кем жениться, почему вы тогда меня спрашиваете о своем предназначении? Вы должны это решить сами. Вы сами выбираете, на ком жениться. Также вы сами не находите свое предназначение. Никто вам не сможет это открыть. Потому что вы никому не поверите, кроме своего сердца. Когда ваше сердце подскажет вам, вот это твоя труба. Она тебя зовет. И ты сразу поскакал на коняшке, на своей судьбе. Вот и все. Так вот это все работает. Олег Геннадьевич, где коняшка, где судьба? Не могу ничего сказать об этом поводу. Потому что решать все равно вам самим. Как вести себя правильно, если близкий человек ревнует? Правильно не вызывать ревность. Допустим, если я девушкам всем строю глазки, моей жене не нравится, что я должен сделать? Не строить глазки. Вот и все. Вот и все правильно. Потому что ревность всегда имеет причину какую-то в сердце. Девушки часто думают, а я вообще как бы очень скромно себя веду. Такая девушка подходит ко мне, вопрос задает. Олег Геннадьевич, у меня муж постоянно ревнует. А я очень скромная. Я смотрю, у нее юбочка. Ну почти отсутствует. Вот. Потом развес тоже нормальный. Вот. И ну как бы вот так вот все. Я говорю, я бы тоже ревновал. Она говорит, да, Олег Геннадьевич. Я говорю, да. У меня вот жена так не ходит. Она все закрывает. И мне спокойнее жить. А представьте, что вы как бы на вас все смотрят же. Вы же красивая. Она, да, я красивая. Я говорю, ну вот и поэтому ревнует. Все же кушают вашу красоту. А ему хочется. Ему ничего не достается. Вот представьте, вы мужу приготовили большой обед. Потом приходит куча друзей. Весь обед сожрали. Ему ничего не осталось. Я знал, что он будет недоволен. Это же его обед. Ну, поди, ну как, чуть-чуть. Дайте понюхать там всем чуть-чуть. Вы красивая. Пускай нюкают. Но не слишком много. А кушать должен муж все. Это же его красота. Вы же за него вышли замуж. Хорошая музыка, красивая. Мне нравится. Из фильма «С легким паром», да? Берегись автомобилем. А? Берегись автомобилем. Берегись автомобилем. Зачаровываться в человеке. Ну, надо просто не очаровываться, и тогда не будешь разочаровываться. Когда узнаешь его глубже, оказывается обманщиком. Ищет во вне материальную выгоду. Аллочка. Ну, все мужики ищут выгоду в женщинах. Ну, где бы вы видели мужиков, чтобы они выгоду не искали? Как один молодой человек говорит, а у меня, Олег Геннадьевич, к моей девушке молодой абсолютно бескорыстное, чистое духовное чувство развивается. Я говорю, да вы что? Вот к этой молодой девушке у вас прям духовное чувство бескорыстное развивается? Он говорит, да. Хорошо. Я говорю, а почему бы вам тогда с бабушкой не встречаться? Вот к ней бы точно у вас бескорыстное чувство развивалось. А если вы с молодой девушкой встречаетесь, то это чувство не совсем бескорыстное. Мой хороший. Мы иногда в иллюзии находимся, понимаете? Вот. Если ты встречаешься с молодым человеком, ты тоже не бескорыстная. Ты хочешь наслаждаться ими. Вот. И он хочет наслаждаться тобой. Эти отношения не бескорыстные. Они должны со временем стать бескорыстными. Иногда девушки наслушаются лекции. Молодой человек, допустим, графию начинает чистать, обнимать. Она говорит по рукам ему. Иди себе бескорыстно со мной. Не может он. Конфетка, если сладкая, ее хочется кушать. Надо это понимать. Тоже как бы. Вы же тоже не бескорыстная. Некоторые девушки говорят, Олег Геннадьевич ко мне муж пристает. А я такая возвышенная вся. Я говорю, вы возвышенная? Она говорит, да, я очень возвышенная. Хорошо. Вот смотрите. У мужчины, как бы, вот смотрите, женщина вся соткана из энергии любви. Все тело. А у мужчины энергии любви только в одном месте сосредоточены. Понимаете это или нет? Что вы наслаждаетесь жизнью всем телом. Вот когда вы на кровати лежите на мягкой, вы испытываете счастье. Когда вы в комфортной квартире находитесь, которую он вам создал, вы испытываете счастье. Когда с детьми общаетесь, вы испытываете ту же самую энергию любви. И везде женщина испытывает энергию любви, когда она находится в близких отношениях. А мужик только в одной ситуации испытывает энергию любви. И что с ним делать? Убить его? Или что с ним делать? Гад такой он хочет, но и наслаждает. Так вы наслаждаетесь его обществом всю жизнь. Он вам дает квартиру красивой, сладости и много-много всего для счастья для ваших. Это называется тонкое наслаждение. Грубое наслаждение, тонкое. Женщина, она испытывает счастье от тонких наслаждений, а мужчина от грубых. Ну он погрубее, понимаете, сотканый. Такой вот. Мужлан. Но разницы никакой нет. Это и то, и другое эгоистично. Женщина наслаждается тонким счастьем. Мужчина грубым. И то, и другое означает наслаждение. И если муж слишком сильно к вам пристает, знайте, на это есть две причины. Первая. Вы слишком сильно наслаждаетесь жизнью. И от вас идет такая энергия, которая заставляет его тоже наслаждаться вами. Вторая причина заключается в том, что когда приходит время, у женщины энергия наслаждения в теле сама собой копится. И мужчина начинает звереть рядом с ней. Он слишком сильно начинает ей наслаждаться. Это значит, что пора заводить ребенка. Когда появляется ребенок, он у женщины энергию наслаждения оттягивает на себя. И муж успокаивается. Ему становится легче жить. Потом, когда опять начал звереть, значит, надо второго заводить уже. А потом, когда будет достаточное количество детей, он вообще успокоится. Им будет некогда, ни о чем думать. Он будет зарабатывать на жизнь для всех детей. И все, баланс в себе наслаждает. Ваше желание быть счастливой, и его станут гармоничными. Итак, видите, вы мне накидали 500 записок, я ответил всего на 15. Такая пропорция неизбежна. Потому что я один, а вас много, мои хорошие. Будем дальше на вопросы отвечать или начнем лекцию? Давайте дальше. Кто за лекцию, поднимите руку. Кто за ответ на вопросы? К сожалению, я должен начинать лекцию. Уже 15 минут. Восьмого. Да уже не надо больше уложить. У вас записок хватит на всю жизнь. Мемуары буду писать на них. Итак, мы с вами движемся вперед. Вчера мы с вами узнали о том, что есть обязанности мужчины и женщины. И самая главная обязанность – это уважение. Есть и другие обязанности. Например, мужчина должен вести семью в духовной практике. Он должен содержать материально семью. Он должен терпеть эмоции жены. Должен учиться переносить стойко все трудности в семейной жизни. Мужчина должен быть старшим в семье. Это не означает командовать, а означает так себя вести, чтобы все чувствовали, что он старший. Означает развиваться как личность. Когда мужчина действительно становится старшим, женщина не может ему перечить, потому что женщина чувствует человека. Если у мужчины действительно есть достоинства, женщина не может их не принять. Так она устроена. Она принимает то, что есть. И не может принимать то, чего нет. Мужчина должен быть храбрым и приносить все трудности семьи. Он должен брать на себя ответственность в принятии решений, потому что у женщины психика не соткана из возможности принимать решения. У мужчины и у женщины есть основные двигатели трудностей в жизни, испытаний. У женщины главная трудность в жизни – это страх. Женщина испытывает страх от всего нового. Женщина в жизни стремится к стабильности и спокойствию, и гармонии. Поэтому для нее все новое – это страшно. А мужчина, он новатор по своей природе. Он должен все менять, стремиться к совершенству, к изменениям. Поэтому мужчина принимает решение сам. Принимать решение не означает рубить мнение жены. Принимать решение – это означает выслушать жену, выслушать всех близких людей и сделать так, чтобы все были счастливы. Это называется принятие решения. Принятие решения не означает «давай принимай решение сама по-своему или я по-своему приму». Мужчина выслушивает жену, а потом делает так, как лучше ей. И это называется принятие решений. Жена тогда счастлива, она чувствует, что она всегда защищена в семье. Иногда бывает так, что придется принимать решения не так, как лучше ей, а так, как надо. Иногда так бывает. И это связано со слабостями женщин. Например, надо переезжать в новую квартиру, а женщина привыкла к старой. У женщины так психика работает, что ей очень трудно поменять место, где она живет. И она будет держаться за старое. Может быть, не все женщины так себя ведут, но многие. И в этом случае мужчина просто собирает вещи и переезжает. А ей деваться некуда, она ворчит и переезжает за ним. А потом, через неделю, она привыкает к новому месту и считает, что все нормально там. Мне там даже больше нравится, чем на старом. И говорит мужу, больше никуда не переезжай. Она там все это гнездышко себе вьет. То есть женщина вьет гнездышко. То есть ей надо там все прибрать, убрать. На это может несколько месяцев уйти, чтобы гнездышко стало хорошим. И она затрачивает очень много труда на это гнездышко. И потом, когда муж говорит, все, следующее гнездышко, она не может это принимать, потому что опять придется много труда затрачивать, чтобы следующее гнездышко стало хорошим. Я правильно говорю, женщины? У кого не так, поднимите руки. Кто гнездышко меняет, со свистом, без проблем. Вот одна девушка такая есть. Всегда будут исключения. Но в основном есть правила, по которым мы живем. Обязанности женщины заключается в том, чтобы служить семье. Если женщина говорит, Олег Геннадьевич, к сожалению, я не могу так сильно служить семье, потому что у меня работа. У каждого человека на первом месте стоит Бог. Без духовной практики невозможно иметь силы жить нормально. На первом месте стоит Бог, молитва. Поэтому раньше всего, когда человек утром встает, он молится. Это самое первое, что он делал, чтобы были силы на все остальное. Молитва – это самое первое, самое главное. На втором месте у женщины стоит семья. Семья – это для нее фундамент жизни. Женщина на работе отдыхает, а в семье трудится. Мужчина на работе трудится, а в семье отдыхает. Где вы видели, что вы дома отдыхали, женщины? Кто-то из вас отдыхает дома или нет? Кто отдыхает дома, поднимите руки. Хорошо, микрофончик. Девушка очень смело подняла руку. Сейчас мы будем с ней общаться. Она отдыхает дома. Я не замужем, поэтому я отдыхаю. А, вот так. Ну все, тогда отпадает кандидатура. А кто замужем и отдыхает дома, поднимите руку. Вот сзади, давайте с ней поговорим. Вот там сзади микрофончик, на задний ряд. Девушка отдыхает дома и замужем при этом. Мне очень интересно, что она под этим имеет в виду. Мне кажется, другим женщинам тоже. Ну, рассказывайте. Встаньте, чтобы я вас увидел. Так. Не знаю, не напрягаюсь. Ну, то есть вы что-то делаете дома без напряжения, да? Да. То есть вы такая трудовая, активная, радостная, счастливая. И поэтому в работе дома отдыхаете, да? Ну, все понятно. Все правильно. Ну, то есть это не значит, что вы на диване валяетесь, да? Нет. Вы там трудитесь, все прибираете, все делаете. Матчи. Трое детей. Трое детей. Трое детей. И вы очень шустрая, там, жик-жик. И хорошо. Вам хорошо. Там вы ко-ко-ко-ко-ко. То есть все нормально у вас дома. Спасибо. Я все понял. Хорошо. То есть, видите, одна поняла. И то она по-своему поняла. То есть для нее труд дома – это отдых, оказывается. Просто, ну, на самом деле, она же не отдыхает. Она не лежит на диване, хоккей не смотрит, да? То есть она дома трудится. Женщина дома трудится. Но если женщина уходит на работу, приходит домой поздно, домой все, все дети голодные, муж несчастный, все не прибрано, собачка все обкакала, всю квартиру. Вот. Это неправильно. Если женщина так себя ведет, то что получается дальше? Хаос. Она создает атмосферу жизни всей семьи. Если она этого не делает, то за нее это делать никто не будет. То есть женщина трудится дома. И поэтому, если работа мешает этому труду, надо найти такую работу, которая бы не мешала. Женщина на работе отдыхает, а не трудится. Некоторые… Это в честь нашей лекции салют. Мы заказывали. Вот. Наконец-то мы встретились, да? Поэтому ничего. Такой салют. И, понимаете, женщина часто спрашивает меня, Олег Геннадьевич, как найти свое предназначение на работе. Я знаю, что главная семья, у меня семьи пока нет, и хочу найти предназначение на работе. Мышление неправильное с самого начала. Если ты будешь искать предназначение на работе, семьи так и не будет. Для того, чтобы семья была, нужно в личную жизнь вложить силы. Понимаете, силы идут или на работу, или в личную жизнь. Одно из двух. Если ты хочешь сама себе зарабатывать на квартиру, это неправильное решение. Потому что нужно вложить силы в то, чтобы нашелся такой мужик, который бы зарабатывал на квартиру. А у вас есть совсем другие дела. Вам надо рожать детей срочно. Потому что еще 6 лет пройдет, и уже может быть и тяжелее. Понимаете? А сейчас нормально, без проблем. То есть нужно вкладывать силы в личную жизнь. Что это значит? Это значит, что поменьше напряга на работе. Энергия же не раздваивается. Что значит вкладывать силы в личную жизнь? Это значит учиться по-нежному общаться с людьми, заботиться обо всех, звонить маме, папе, звонить всем детям знакомым, всем родственникам, общаться. А также ходить на разные лекции по семейной жизни, встречаться на разных хороших местах. Вот смотрите, сколько здесь хороших людей собралось. Один из них может быть вашим мужем. Вполне возможно. Когда девушка ходит на такие хорошие лекции, она хорошая девушка. Как вас зовут? Да? Алла. А Алла. Очень хорошая девушка. Вот. Советую познакомиться с ней. Прямо сегодня. Вот. Понимаете? То есть, девушки должны ходить на хорошие мероприятия какие-то. Вот, допустим, у нас проходит фестиваль «Благость», но собираются 700 человек там. Многие знакомятся на фестивале. Две недели там в Анапе люди живут, изучают, как правильно жить, строят друг другу глазки. Некоторые знакомятся, создают семьи. Вот. И так далее. Ну, то есть, понимаете, девушка должна уделять время личной жизни. Надо не в бары ходить и казино, а ходить в те места, где благостные, хорошие люди находятся, чтобы знакомиться с ними, улыбаться. Чтобы улыбаться, нужны силы. Когда много работаешь, сил нет улыбаться уже. Девушка должна быть отдохнувшей, румяной, несчастливой. Тогда она красивая и привлекательная. Замученная на работе девушка непривлекательная. У нее нет силы улыбаться. А если нет силы улыбаться, никто замуж не попросит. Первая обязанность женщины – это отношения. Она должна быть спокойной, отдохнувшей, счастливой всегда. Она не должна быть перенапряженной. Поэтому женщинам всегда такой совет. Если вы хотите понять, где вам работать, то на работе у вас должны быть следующие вещи, чтобы вы были счастливы. Какая-то работа меньше всего уже менее важна, но важно, чтобы там была возможность поболтать с подружками. Раз. Поперекусывать. Женщины любят перекусывать. Женщины перекусывают, мужчины жрут. У нас такая разница. Надо знать эту разницу. Потому что женщины, они испытывают вкус от пищи. Они от пищи хотят вкуса, энергии любви, поэтому они перекусывают. Здесь перекусил, там перекусил. Они испытывают вкус от пищи. Им нужен вкус от пищи. А мужчине вкус от пищи не нужен. Ему нужна сила от пищи. Поэтому он жрёт. И жрёт до последнего, чтобы больше силы было. По этой причине женщины не волнуйтесь, если муж, допустим, говорит, ты тоже должна работать. Вы можете и не работать. Если он скажет, я тоже не буду работать, ничего страшного. Так как женщина перекусывает, она перекусила у одной подружки, перекусила у другой какой-то. Нет проблем. А может, он надо жрать, понимаете? Он не может перекусывать. И тем более он не может перекусывать у друзей. Он не может позвонить другу и сказать, слушай, мне жрать нечего. Можно я к тебе пойду пожру? Он скажет, ты что, вообще что ли? Иди работай и жри своё. Вот, друг так скажет. А девушка может прийти в гости к своей подружке и попить чайку там, попить чайку там. И вообще никаких проблем ей много же не надо. Поклевало там, поклевало здесь. И всё, ей кушать уже не надо больше. А мужу-то надо жрать, понимаете? Поэтому он не выдержит такой ситуации. Пойдёт работать. Не бойтесь женщины остаться без средств на жизнь. Если вы чувствуете, что вам тяжело трудиться, не справляетесь с семьёй и работой одновременно, дайте возможности мужу это делать. Вкладывайте лучше в любовь. Вкладывайте в мужа, он окрепнет, станет таким румяным, сильным, энергичным. Тогда жена дома заботится о нём. И так на работе женщины должны перекусывать, чтобы была возможность. Дальше они должны, возможность уходить пораньше и приходить попозже. Ну или хотя бы что-то из этого. И чтобы ими не командовали там на работе, а нежно их просили что-то сделать. Это самый идеальный вариант для женщин работать. Поднимите руку у женщины, которые хотят работать на такой работе. А которые не хотят. Скажите, поднимите руку. Есть такие? Видите, все хотят на такой работе работать. Это значит, что для женщины главное на работе не работа, а отдых. Потому что я ничего о работе сейчас не сказал вообще. Я всё время говорил об отдыхе на работе. Вот и всё. Женщине важно на работе хорошее отношение, чтобы были подружки, было с кем-то рекать, чтобы начальник не мучил. Всё. Вот это означает отдых на работе. Это не работа. Но работа у женщины дома. Там у неё труд. Это её место, где она достигает своего счастья. Когда девушка не замужем, она одна. Она должна посвятить свою жизнь в это время духовной практике. Она должна развиваться как личность и учиться быть женщиной. Две вещи она должна, самое главное, делать в своей жизни. Первое. Она должна учиться молитве, стать сильной, чтобы щёчки стали румянными. Когда у женщины энергии становится больше, она всё идёт наружу. Мужчина, когда занимается духовной практикой, он приобретает хорошие качества, они все идут внутрь. Он как бриллиант, который скрыт снаружи грязью. Ну или просто скрыт от глаз. Но когда женщина занимается духовной практикой, всё самое лучшее у неё идёт наружу. Поэтому женщины или девушки, которые занимаются духовной практикой, они сияют красотой духовной силы и привлекают к себе внимание. Поэтому просто думайте больше о Боге, и вы станете сияющими, красивыми. У женщины есть два типа красоты. Будем об этом говорить? Да. Надо спеть, наверное, сначала, я чувствую. Вам не душно, кстати? Нормально всё? Душно? Кому душно, поднимите? Ну, значит, окошечки чуть-чуть побольше, все надо кончика кому-то прописать. Чуть-чуть побольше. Чуть побольше. Спасибо. 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 Что-то не поётся, не знаю, что спеть. Любовь никого-то не нагрянет, «Когда её совсем не ждёшь, и каждый вечер сразу станет, так удивительно хорош, и ты поёшь». «Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить, Сердце, как хорошо, что ты такое, Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». Какая песня? Видите, жизнь так устроена, что счастье то приходит, в нашу жизнь то уходит. Любовь всегда приходит негаданно, неожиданно в нашу жизнь. Но если женщина хочет гарантий, чтобы она вышла замуж, тогда гарантии эти я могу вам сейчас дать. У девушек бывает хороший период в жизни, когда можно найти близкого человека, и бывает плохой. Плохой период, надо вообще не дёргаться, чувствовать никто не смотрит на вас. Не беспокойтесь, просто занимайтесь духовной практикой, молитесь, работайте над собой, знайте, что хороший период обязательно наступит. Хороший период означает, что начали опять посматривать, обращать внимание. Девушки, знайте, что у вас есть два типа энергии любви. Один тип энергии любви привлекает мужчин с желанием наслаждаться сексом. Этот тип энергии любви женщины создают следующим образом. Они красят себе губы, открывают тело, делают красивую прическу, улыбаются нежно и ласково, и таким образом создают тот тип энергии любви, который привлекает похотливых мужчин, которые точно не хотят вас брать замуж. Ну, сто процентов. Но есть у женщин еще один тип энергии любви, который точно бьет без промаха, бьет в десятку, когда находится именно тот человек, который хочет взять замуж. Это когда женщина работает над собой, учится смирению, послушанию, учится быть скромной, не открывает слишком сильно свое тело. Она никого учится не бросать в жизни, не предавать, не обманывать в отношениях. Всегда отношения свои выполнять. И если даже, допустим, молодой человек не нравится, ему надо отказать, она делает это вежливо и повторяет ему спокойно 50 раз. Вот реально. К сожалению, мы не сможем быть вместе, мой хороший. Мы не сможем. И делать до тех пор, пока он не успокаивается. Когда женщина культивирует в себе такие качества, доброты, заботы, любви, то у нее из сердца, из сердца начинает идти особый вид тепла. Да, особый вид тепла, психическая энергия такого тепла, которая связана с родственными отношениями. Это особая энергия тепла, такого от женщины идет особая энергия, которая указывает на то, что скоро ее возьмут замуж. Эта энергия женщина очень вдохновляет, и она чувствует себя спокойно, когда из нее такая сила пошла. Это значит, что скоро у вас все будет хорошо. Вот кто из вас успокоился, что вы не замужем, и чувствует себя спокойно? Правильно. Вам надо еще потрудиться чуть-чуть. Да. У вас пошла. Да. У вас тоже. У вас тоже. Да-да-да-да-да. И у вас. Угу. Вам надо раскаяться. Вот вставайте. Да. Понимаете, у женщин, когда они кого-то бросают, в сердце остается определенная заслонка, которую надо с помощью покаяния преодолеть. Если эта заслонка есть, тогда тепло не поможет. Все равно люди будут, ну, не будут слишком близкие отношения, не будут знакомиться с вами, но не будут брать замуж. То есть, нужно покаяние. Если вы совершили какой-то нехороший поступок, кого-то бросили, тогда надо раскаяться, чтобы сердце оттаяло, и заслонка ушла. Услышали меня? Все хорошо. Видите, то есть, у женщин, они сами чувствуют, что у них такая вот энергия тепла идет из их сердца. Они сами это чувствуют, и они успокаиваются по поводу своей личной жизни. Они знают точно, что все будет хорошо. Это гарантия. Теперь, мои хорошие, что же надо делать тогда? Надо молиться и трудиться над отношениями. Не надо бегать по кабакам. С другой стороны, не надо себя так же и держать в темнице. Быть в обществе, быть открытой, ходить на службы духовные, на различные мероприятия. Женщина, которая не замуж, самое время у нее учиться жизни. Она должна на тренинги, на мероприятия всяких, быть открытой. И тепло показывать всем людям вокруг. Вот так надо жить. Потому что, когда создался семья, уже женщине тяжелее куда-то ходить. Видите, можно совместить два дела. Показывать себя и учиться одновременно. Это правильно. Но пока теплое сердце не пойдет, никто не найдется, мои хорошие. А если вы красивая, это хуже. Если вы красивая, это хуже, потому что находиться будут постоянно. Но не те. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянной не те. Понимаете, почему не ходят не те? Потому что, вообще, эта концепция, ходит ко мне старый друг, эта концепция неправильная. Не надо отношения строить с другом. Нужно выходить замуж. Понятно, да, система? Нужно выходить замуж, расписываться, и тогда все будет хорошо в жизни. А если ты дружишь с другом, у которого есть жена, тогда будет еще хуже. Потому что эта женщина, она знает об этом или нет, из ее сердца будет идти наказание в твою жизнь. И ты будешь страдать больше и больше от этого. Поэтому, если есть у вас какой-то человек женатый, и он пользуется вашей красотой, для того, чтобы наслаждаться жизнью. А так как у вас никого нет, и вы поэтому с ними строите отношения, вам надо ему сказать, к обеду не жди. Ну, то есть, поменять симку в телефоне и написать ему смс-ку до этого, что я поняла, что так нельзя жить. Такие отношения греховные. Поэтому мы расстаемся. Навсегда. Не пиши, не звони, ничего не объясняй. Потерпите где-то 4-5 месяцев, помучаетесь, потом забудете. Все прошло, как страшный сон. Царь женился на другой. Ну, что, я не помню. Точно, как это было. Как сон пустой. Год прошел, как сон пустой. Царь женился над другой. Если другую найдет любовницу, не равнуйтесь. С этим нет проблем. Когда женщина встречается с чужим мужчиной, он ее обкрадывает, ее красоту и возможность жить счастливо, а она делает его неудачником жизни. Когда мужчина изменяет своей жене, он лишается возможности развиваться как личность. Он становится неудачником. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Там живут несчастные, люди-лекари, на лицо ужасные, добрые, внутри. Так да. Ну, то есть, чтобы не быть несчастным, для этого надо просто верно относиться к своей жене. Потому что в женщине находится сила проклинающая или благословляющая. Допустим, а я не хочу, чтобы меня проклинали. А хочешь ты или не хочешь, от этого ничего не меняется. У женщины есть такая сила. Или она проклинает, или благословляет. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Ну, то есть, Маруся благословляет. Да? Понимаете, что значит благословляет? Чтоб муж не погиб, чтоб все у них было хорошо. Это сила верности благословляет. Она верит, что у нее все будет хорошо. Так действует женская природа. А если мужчина провинился, то в сердце у нее, наоборот, к нему другое чувство, хоть он ее муж. Имеет значение. В чем заключаются особенности отношений в наше время? Особенности заключаются в том, что психическая энергия у женщины, из-за того, что женщина не выбирает путь труда в жизни, а путь расслабления, ее психическая энергия переходит с левой стороны на правую. Из психического канала женского и до нади она переходит на психический канал мужской, пинкованная. В результате женщина, которая не хочет вкладывать силы в любовь, в заботу, в смирение, доброту и красоту, она чувствует, что ей проще и легче в жизни просто самой, не ожидая какой-то помощи от мужчин, просто самой наладить свою жизнь. Такая женщина в результате начинает больше учиться, больше работать с целью устроить свою жизнь. то есть чем она занимается? Она истушает свою судьбу. Вместо того, чтобы заниматься деятельностью жен, согласно женской природе, заботиться обо всех, это же тоже работа. Можно в ясеньке там идти нянчиться, можно идти медсестрой, можно еще где-то заботиться, еще, но если женщина хочет денег и хочет влияния, то она изучает менеджмент там, она изучает бухгалтерию, она изучает то, что даст ей возможность средства на существование, не понимая, что средством существования у женщины является ее красота, ее влияние через эту красоту. Красота имеется в виду внутренней. Когда женщина делает ставку на свою собственную работу, свои деньги, то в этом случае она фактически начинает жить по правой энергетической вот этой плоскости и в результате у ней теряется сила влияния, она становится менее красивой. Когда женщина становится менее красивой, с ней меньше считаются уже. Когда она меньше влияет на ситуацию, то ее начинают использовать и на работе, и везде. она становится просто как инструмент чужих рукав. Когда женщина имеет силу внутреннюю, она имеет чувство собственного достоинства женское, она говорит начальнику, извините, у меня есть дома дела, я пошла с работы. Время пришло уже уходить, я поэтому ухожу. Он говорит, а как же сверхурочная работа, мы же договаривались, что ты будешь еще работать. Говорит, извините, у меня есть дома дела, меня дети не накормят туда-сюда, вот извините, пожалуйста, я пошла. Он говорит, я тебя тогда выгоню. Вы тогда ему улыбаетесь нежно, говорите, как посчитаете нужным. когда мужчина видит, что да и женщина ведет себя достойно, она красивая, у нее есть много силы внутренней, он думает, ну пусть, ладно, идет домой, но она же женщина в конце концов. Есть другие женщины, которые работу ставят выше, чем личная жизнь, в результате они становятся рабами лампы, то есть они работают столько, сколько начальник хочет, потому что они боятся потерять эту работу, начальника эксплуатируют больше, больше и больше. И у таких женщин, которые работу ставят выше своей личной жизни, есть четыре стадии пребывания на любом месте работы. Первая стадия не очень там нравится, вторая стадия устаю, третья стадия надоела, четвертая стадия ухожу. Услышали меня, женщины, да? Четыре стадии. На какой вы сейчас находитесь, посмотрите. Если у вас такой цикл идет на работе, нравится, устаю, надоело, ухожу, если такой цикл идет, это значит, что у вас энергия идет в психике, в теле, не туда. Это значит, что вы все ставки на деятельность делаете, на работу, и это значит, что ваша психика, она не отдыхает, она перегружается все больше и больше. Скоро у вас будет таять красота, потом начнут расстраиваться гормональные функции, потом вы заболеете какой-то тяжелой болезнью, тело начнет стареть, будете одинокой и несчастной всю жизнь. Олег Геннадьевич хороший такой человек, рассказывает хорошие вещи, вот, но у вас есть выбор, вы можете поставить на первое место семью. Это не значит, что вы бросили работу, просто вы работу не планируете как основу своей жизни, вы не думаете о карьере, вы не думаете о том, чтобы упахиваться там, вы не так же не беспокойтесь о том, потеряете эту работу или нет, вы беспокойтесь больше о своей судьбе, о своей личной жизни, начинаете улыбаться всем, начинаете служить, бабушку нашли какую-нибудь там, пришли, постирали, позаботились о ней. Понимаете, женские благословления имеют силу. У меня жена занималась духовной практикой еще до нашего брака. она очень серьезно относилась к этому вопросу служения людям. И она каждый день приходила к одной семье пожилых людей. Бабушка с дедушкой уже не ходили. И она вот буквально их купала, водила в ванну, их мыла полностью, готовила им кушать, стирала на них. И это были чужие люди. Не то, что там это ее родственники были, просто чужие люди. Дедушка потихонечку ушел из жизни, бабушка осталась одна. Когда бабушка уже не могла ходить, она уже лежала в постели, та заботилась о ней. Вот. Бабушка как-то в один момент позвала ее, говорит, доченька, иди сюда. И она подошла к ней, та посмотрела на нее, вот так руку сделала и сказала, «Я тебя благословляю, у тебя будет очень хороший муж». Через месяц мы познакомились. Вот чем должна заниматься женщина в своей жизни. Она должна заниматься не тем, что она упакивается на работе, там, на квартирку себе зарабатывает, но вот если она все-таки заработала себе на квартирку и на машинку. Дальше происходит все по определенному сценарию, который называется «Муля, не нервируй меня». Сценарий следующий. Чем больше обеспечена и сильна женщина в своей жизни, чем больше она независима, тем более зависимому мужчину она в своей жизни находит. Потому что независимому мужчине не нужна независимая женщина. Ему нужна зависимая женщина. Сильной личности слабая женщина нужна, потому что сила женщины в ее слабости. А слабому мужчине нужна сильная женщина. И это происходит подсознательно, не то, что думает, не то, что думает, он будет вычислять, сколько у вас машин и квартир. Нет, даже если вы все скройте, все равно притянется такой человек, который не будет хотеть работать, а работать будете вы. И это особенности женщины воспитывают себя неправильно, не имея знаний, они получают мужчин слабых по характеру. У женщины получается характер сильный, трудовой, у мужчины слабый. И женщина думает, что она сильнее мужчины. Это ошибка. Если женщина не склонна к личной жизни, к смирению, послушанию, это не сила женщины, это ее слабость. Точно так же, как мужчина, который не хочет работать и ленится, он слабый, так и женщина, которая не может подчиняться мужчине и больше зарабатывать денег, она точно так же слабая. Просто слабая, как женщина. Вот и все. Причем слабый мужчина может быть очень искусен в приготовлении пищи, в том, чтобы помыть пол дома и понянчиться с детьми. Он может быть силен в этом, но это не та сила, которая от него требуется. Это женская сила. А слабая женщина при этом думает, классно, что я нашла себе такого мужа, потому что я могу пойти на работу спокойно, зная, что у меня дома все будет хорошо. и как вы думаете, у них нормально все в личной жизни будет? Нормально у них все будет в личной жизни, не каркайте, да. Просто им надо потихоньку меняться, понимаете, потихоньку меняться. Это факт, что хорошо, что женщина, которая любит поработать, находится мужчина, который убежается и любит посидеть дома и поготовить. Это хорошо, но постепенно мужчина же будет взрослеть, он будет развиваться как личность, он будет становиться мужчиной, значит, он будет думать уже, что ему нужна женщина, а не мужик рядом, понимаете? Это значит, что женщина должна также развиваться и взрослеть, и становиться женщиной. Вы заметили, что маленькие дети, так бывает, что мальчик как девочка себя ведет, а девочка как мальчик. Заметили? Это потому, что девочка в прошлой жизни чаще всего бывает мужчиной. Так как мужчина тянется к женщине, чего бы не хотел человек в своей жизни, в следующей жизни он это получает. Мужчина думает о женщинах, становится женщиной в следующей жизни. Женщина думает о мужчинах, становится мужчинами. Поэтому девочка рождается маленькая, она еще не привыкла к новому женскому телу, ведет себя как мальчик, бьет всех, бегает, ведет себя смело, как мальчик. Это нормально. Но вот если девочка затянулась, это у нее поведение уже до 25 лет, это уже ненормально. Мальчик, он куксится, он куксится, был девочкой в прошлой жизни, поэтому он куксится, плачет. Он на мальчика не похож сначала. Он еще не развился как личность. Но с возрастом он мужает, становится крепким. Но если в 25 лет он как бы плачет, то это означает, что какие-то проблемы с развитием идут. Знайте, что с возрастом так же они меняются местами всегда. Женщина с возрастом, когда она стареет, она становится как мужчина, гоняет всех, у нее болевой характер сильный. А мужчина с возрастом становится таким мягеньким и добрым. Потому что он готовится к следующей жизни, попасть в женское тело, он уже готов, поэтому мужчины, пожилые, мужчины все такие добрые, мягкие, того не трогают. А женщины пожилые такие, мягкие. Есть такая особая форма жизни, называется бабки. Страшная такая форма жизни, с ней лучше не связываться. Вот, и вот женщины в возрасте начинают, мужика гоняют, они готовятся к мужскому телу. Так все. Идет такие перемены в жизни, идет такой цикл. Сначала мальчик как девочка, потом он мужает, потом становится опять как девочка. Вот, с возрастом. Дедушкой становится. Поэтому, надо все делать как надо. Есть определенный цикл, его не надо затягивать. Девочки должны быть девочками, мальчики мальчиками. Если мы меняемся местами, значит тогда у нас что будет? Трудности в личной жизни будут. Женщины всегда недовольны слабым мужчиной. Они постоянно кричат на него, ругаются. Вот такая шикарная, почему он на работу не хочет? Я лекции слушала. Я что сказал, иди на работу. Вот так. Понимаете, вы меняете себя, он тоже будет меняться. Когда ниша занята, ему некуда деваться. Если вы заняли мужскую нишу в семье, вы гоняете всех, вы работаете, вы отвечаете за всех. Вы серьезная женщина, эмансипированная. Хорошо? Тогда ему некуда идти. Он не может развиваться, потому что вы это место уже заняли. Уступайте. Начните быть смиренной, послушной. Говорите ему, Васечка, сегодня ты примешь решение. Мам, что-то я не привык. Васенька, нет, ты будешь принимать решение, мой хороший. Я за тебя уже принимать решение не буду. Не буду, едем мы с тобой в отпуск или нет. Решаешь ты. Организуешь всю поездку сам. Считаешь денежки. Смотришь, чтоб тратить поменьше. Давай, мой хороший, будь, учись быть мужиком. А я у тебя буду женщиной. Васеньке, конечно, будет трудно. Но, понимаете, мужчина воспитывается всегда, когда его бросают в воду. Словами, воспитать мужчину невозможно. Его надо бросать в воду. Если вы хотите, чтоб ваш муж пошел на работу, бросайте свою. Да, мужчина или спит на печке, или идет на войну. Ему нужна военная обстановка, понимаете. Он не может по-другому. Ему нужна революционная ситуация, иначе он не может ничего поменять в своей жизни. Нужна помощь. Женщина должна сделать шаг. Допустим, мужчина наглеет. Пилит вас, пилит и пилит. Не дает покоя в жизни. Вы ему постоянно говорите, ну, ведите себя нормально. Слова на мужика не действуют. Не надо тратить свои жизненные силы. Ничего ему говорить не надо. Просто езжайте к маме. Недельки на две, на три. И он, как ободранный пес, придет просить прощения. На мужчину действуют только поступки, мои хорошие. Только поступки. Теперь, если вы хотите поменять свою жену, мужчины, знайте, что ваши поступки будут только ранить ее сердце. Женщине нужны слова. Если вы хотите поменять женщину, то вам надо просто сесть и с ней разговаривать. Объяснять, что вы хотите. Она постепенно подумает, подумает. Может, не сразу, но потом попозже чуть-чуть принять то, что вы хотите. Женщине нужна беседа. Добрая, мягкая беседа и слова. Поэтому веды объясняют, что девочек никогда нельзя бить. И никогда им надо наказывать поступками. Девочек надо наказывать или молчанием. Мы с ней не разговариваем. Или, наоборот, объясняем. Одно из двух. А мальчикам объяснять бесполезно. Мальчику надо дать по попе или наказать его. То есть тогда он понимает. По-другому никак не понимает. Когда я был маленьким, у меня папа был в армии. Я никак не хотел ложиться вовремя спать. Наверное, чувствовал, что вся жизнь будет из этого сотка. Решил как бы в детстве ложиться попозже. Мне было всего три года. Я еще не знал ничего про режим дня. И когда отец пришел с армии, он меня научил ложиться спать вовремя очень просто. Так как я был ребенок очень догадливым. Он подошел ко мне. Говорит, видишь, вот это солдатские ремени. Видишь? И он показал мне, как он стучит. Так раз, об кровать. Говорит, видишь, какой звук сильный. Я такой раз, смотрю, вижу, говорю. Он такой посмотрел на меня. Говорит, знаешь, для чего ремень иногда используют? Я говорю, нет. Он говорит, ну, если ты хочешь об этом не узнавать и дальше, тогда ложись спать прямо сейчас. Я говорю, конечно, папа, я ложусь. И все, как бы, я понял, что ремень иногда используют по заднице. Как-то у меня интуитивно пришло это знание. И я сразу лег без проблем. Мальчики понимают сразу силу. Болтать с ними бесполезно. Если у вас нет мужа, тогда, чтобы воспитывать мальчика, надо плакать и не общаться с ним. Два способа его воспитывать. Не надо его наказать, бить по заднице. Он садистом вырастает, такие мальчики. Если женщина наказывает ребенка, своего сына, он садистом становится, понимаете? То есть мужчина никогда не примет от женщины ее силу. Чем больше силы женщина пытается вести с мужем, тем мужчина больше звереет. Касается и маленького ребенка. Поэтому женщина может наказывать к молчанию, не разговаривать с ним. Или плакать. Сесть и плакать рядом с ним. Он подходит, мама, ты чего плачешь? Надо сказать, я больше не могу с тобой справиться, сынок. И у него сердце тогда начнет активно действовать. Он как мужчина и станет, становится. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Но два человека, всего мужиков-то. Отец мой, да я. Знаете, не крясо. Мужичок-то на готов. Мужику было в это время 6 лет. Ну, то есть, в этом идея заключается. Понимаете, что с детства ребенок должен мальчик учить соответственности. Он должен становиться сильной личностью. Он должен знать, что такое, женские слезы. И надо проявлять боевой дух рядом с ним. Он будет садистом просто. Но с женщинами издеваться будет вырастет взрослым. Итак, особенности отношений в наше время. Какие особенности отношений между мужчиной и женщиной в наше время? Особенности такие. Первая особенность. Нет воспитания. С детства мужчин не воспитывают быть мужчинами. Женщин не воспитывают быть женщинами. Поэтому люди созревают поздно. Реально, вот чтобы жениться, женщине нужно уже где-то 25-29 лет, где-то такой возраст. Мужчине где-то 30-35. Понимаете, вот такие особенности. Люди созревают поздно. Если вам удалось раньше создать семью, это победа. В основном людям не удается, потому что вызревают люди поздно. Из-за того, что нет работы. Мужчина над собой не работает, женщина над собой не работает. Нет работы. Люди не созревают. Инфантильные в отношениях. Мужчина обижается в отношениях, капризничает. Женщина в отношениях не проявляет смирения. В результате люди не могут быть вместе. Следующая особенность отношений такова, что даже если отношения создаются, то люди верить начинают друг в друга. Очень много времени проходит. Понимаете? Поэтому люди часто очень создают семьи, не расписавшись. Потому что они боятся расписываться. У них нет доверия. И это все идет от духовной безграмотности, от неразвитости. Вот представьте, что по статистике в Америке в среднем от 5 до 10 лет людям надо знакомиться, общаться, встречаться, чтобы создать семью. От 5 до 10 лет. Там 2-3 года, как бы вообще таких сроков нет. У нас тоже к этому идет тенденция. Хоть у нас люди и быстрее создают семьи, но они не могут поверить друг в друга и поэтому живут гражданским браком. Поэтому, если у вас в семье так, вы живете с близким человеком гражданским браком, ничего страшного. Это значит, что вы потихоньку идете в ЗАГС. Сколько эта дорога продлится, посмотрим, но вы просто больше молитесь и просто пытайтесь поверить мужчине. Знаете, что вера имеет женскую природу, а не мужскую. Если женщина считает, что это мой единственный человек, с которым я хочу жить, мне других не надо, если так женщина настроена, то он не может уже смотреть на других женщин. Это называется верность в состояние сознания. Он идет от женщин. Если вы чувствуете, что я могла себе найти и получше, на самом деле, Олег Геннадьевич, то он будет смотреть на других женщин. Женщина, когда так думает, я могла бы найти себе и получше, она сразу делает мужику своему штамп на лбу. Штамп вот здесь сразу, как только она думает, что я могла бы себе найти получше, у него вот здесь сразу крупными буквами, что написано становится? Кабеллино. Итальянская фамилия. Вот. Итальянская мужская фамилия. У каждого мужчины высвечивается на лбу Кабеллино. Это фамилия итальянская. И он начинает улыбаться другим девушкам. Вы знаете, почему? Потому что из этой девушки, с которой он исходит, не исходит та сила, с которой он живет, с девушкой, не исходит та сила, которая бы привязала его сердце к ней, которая бы вызвала спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Мужчине нужно увидеть вот этот взгляд женщины, этот взгляд, в котором нет и тени, и сомнения, что мы с тобою. Вот этот взгляд мужчина должен увидеть в глазах своей жены. Если он не видит в глазах ее этот взгляд, то он не уверен в своем завтрашнем дне. Он не может быть спокойным в жизни, и он не может идти в ЗАГС. Женщина должна совершить аскезу и заставить себе сказать, я буду жить с этим человеком навсегда. Почему навсегда? Потому что Бог соединил людей, все, надо теперь жить. Почему вы не хотите жить вместе? Потому что трудно, а трудно будет со всеми. Всегда и везде со всеми будет трудно. В этом мире нет бескорыстных людей. Все бескорыстные люди живут в монастырях. Все остальные хотят наслаждаться жизнью, и это значит, что они будут вас мучить. Поэтому мучайтесь тем, кого Бог дал. Не надо больше никуда прыгать с ветки на ветку, как обезьянки. Знаете, на каждой ветке по обезьянке. Не надо. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся. Я без тебя устал. Понимаете, не надо даже уходить. Одна девушка мне рассказывает, Олег Геннадьевич, как мне создать семью? Вот смотрите, Олег Геннадьевич, такая ситуация. Мы уже три года не живем вместе, мы развелись официально. Олег Геннадьевич официально. Понимаете, вот никого эти бумажки не волнуют. Я всегда на эту тему рассказываю еврейский анекдот. Еврея поймали, как бы, и начали бить. Он говорит, так я по паспорту русский. Они говорят, а мы тебя не по паспорту бьем, а по твоей еврейской морде. Понимаете, то есть поймите, что как бы, ну, это я, у меня есть еврейские крови, я могу такие анекдоты рассказывать. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что... Идея заключается в том, что Бог решает, кто с кем будет жить, а не роспись ЗАГСи. ЗАГСи, понимаете, это он вас соединил, и он, когда он вас разъединяет будет, то он решает сам. Вот Олег Геннадьевич, мы с ним уже три года не живем, вот мы уже расписали, ну, как бы, все, развелись, все. Деньги заплачены, где услуги? Когда следующий? Давайте мужиками, Олег Геннадьевич. Вы же приехали в наш город, и деньги заплатил, мне нужен мужик. Давайте что-то делайте. Я такой, ладно, ладно, хорошо, не волнуйтесь, все, сейчас решим. Давайте у меня к вам первый вопрос. На все вопросы готов ответить. Первый вопрос. А у него кто-то есть сейчас, нет? Ну, нет, Олег Геннадьевич, никого нет. Три года, что-то один. А он вас ждет? Ну, ждет. Ну, понимаете, говорю, что Бог вас еще не разъединил. Ведь он вам никого не дает, вы его бросили, он вам никого не дает, и ваш муж вас ждет. Это означает, что вы не расходились. Это объясняет, что если люди живут вместе, у нас не у них наступает плохой период, они могут пожить отдельно несколько лет. Но при этом, если у них никого нет, они, на самом деле, ничего плохого не произошло. Они не расходились. А бумажки там, ну, знаете, в Калифорнии, по-моему, в каком-то штате в Америке прикололись вообще, в каком-то штате, ну, там, развлекательный центр такой. И там сделали два автомата, вот вполне официальные автоматы. Паспорта два вот так ставишь, из автомата денежку платишь. Раз. Женаты. Распись. Рядом второй автомат. Они погуляли там, понаслаждались, они официально женаты, все, можно гостиницу снимать. Потом пришли, дальше, назад, в автоматы два паспорта засунули. Разведены. Понимаете? То есть, это просто машина пись. В этом нет никакого смысла, если люди не имеют санкций от Бога. Я этой девушке говорю, так вам надо возвращаться назад, моя хорошая. Назад, Олег Геннадьевич? Да, моя хорошая, назад. Знаете, я на одни и те же грабли два раза не наступаю. Придется наступать, моя хорошая. Ведь Бог-то хочет, чтобы вы наступали, но вам другого не дают. А что он мне другого не дает? Ну, вот надеяться, что вы не будете дурой, что вернетесь назад. Потом он говорит, ну, я вот дура, что надеяться? Я хочу другого. Я говорю, хорошо, я Богу передам об этом. Она говорит, а дальше какая моя судьба? Я такой посмотрел, подумал. Говорю, а дальше ваша судьба следующая. За то, что вы дура, вам придется одной пожить 6 лет. А потом вас Бог даст вам обязательно другого человека. Человек не может жить всю жизнь один, но тот, другой будет похуже, чем этот. Я начал перечислять качество характера этого мужика, который не был. Она такая, Лекитан, что правда, что ли? Я говорю, правда, моя хорошая, вот так жизнь построена. А что лучше не бывает? А лучше для тебя не бывает, потому что вот ты такая. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Знаете, она вернулась, пошла назад. Сильная личность, разумная. Пошла назад. Вернулась к своему мужу. Кто из вас послушал мои лекции и вернулся назад, поднимите руку. Есть такие люди. Молодцы. Вам памятник при жизни. Вы очень сильные. Я счастлив, что вы сюда пришли. Спасибо. Лучше не уходить. Итак, особенности отношений в наше время заключаются в том, что в наше время брак не защищен. Не защищен. Брак должен быть защищен, потому что люди всегда, которые живут вместе, им будет очень трудно в какой-то момент. И им придется расходиться, понимаете, потому что невыносимо. Но если они расходятся, они знают, что они живут раздельно, просто и не беспокоят никого. Потом приходит время, и они живут опять вместе. В Венгрии есть одна ведическая община, и там по ведическим законам живут. И людям говорят, если вы собрались расходиться, из общины до свидания, без права приезда назад. Не важно, кто из вас хочет. Один ушел, второй тоже до свидания. И одна девушка с парнем, они хотели жить в общине, молиться Богу. И они не могли друг с другом жить. У них наступил плохой период. И они тихонечко решили жить в соседних комнатах. И как бы они живут сами, каждый сам по себе. И вот так они развелись тихонечко, никому об этом не говорят. Прошло два года. И они так же тихонечко помирились потом. Потому что плохой период закончился. Они плохую судьбу отработали, и у них гороскопия у обоих по два брака. Вот второй брак состоялся. Понимаете? Они просто опять пережили, сошлись, и дальше живут, и все у них классно. Никаких проблем уже нет, потому что карма плохая закончилась, моя хорошая. Вот так человек должен жить. Понимаете? Итак, надо понять, в чем особенности в наше время. Особенности заключаются в том, что дальше в лес больше дров. Так как культура становится все хуже, люди все менее изучают, что такое личная жизнь, что такое совесть, что есть Бог в сердце. Знаете, что такое совесть? Совесть – это такая штука, в сердце у каждого человека есть Бог. Понимаете? Бог, вот в сердце находится душа. Вот здесь веды объясняют, что на дереве тела есть две птицы. Одна птица – душа, это я. А вторая птица – это сверхдуша или Господь. Господь имеет представительство в нашем сердце. Он дает нам память о том, что происходит. Он дает нам забвение. Господь дает нам счастье, ощущение счастья. И сердце счастье выходит, мы чувствуем сердце счастья. Это Господь дает. Он дает нам также возможность общаться с Ним, особенно в трудную минуту. Когда же я выйду замуж? Никого нет вокруг. Ты кому кричишь-то? Кто из вас так вот кричал в сердце? Вы кричали Богу. Понимаете? Никого вокруг нет, вы кричите. Почему? Потому что человек знает, подсознательно знает, что в сердце есть Бог, поэтому он и разговаривает с Ним. Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу. Я когда лекции в Казани читал, организатор лекции мне сказал, что у меня ребенок, он постоянно разговаривает, ему больше никого не надо. Он сам с собой разговаривает, общается. Маленький ребенок, ему 5 лет. Так он разговаривает с Богом. Человек не может сам с собой разговаривать. Попробуйте со столбом поговорить. Конечно, когда человек напьется, он и с телевизором может говорить. Там юмористка была, там мужик сидит, пьяный, и там погоду сообщает. Говорит, да мне не нужна погода в Москве. Скажи, какая погода? Тогда нерологи. Вот. Пьяный с телевизором общается, он не понимает, что это телевизор. Вот. Ну, надо понимать, с кем ты общаешься. Тихо сам с собой я веду беседу. У кого было так, что вы задумали встать в 5 утра? Когда приходит в 5 утра без будильника, вам что-то внутри говорит. 5 утра. Поднимите руку. Кого так было? У всех так было. Это Бог вам сообщает, понимаешь? Я разок лекции начитался, наездился, и у меня что-то остановилось дыхание. Я спал ночью, и у меня раз, и все. Не дышу. Ну, знаете, интересный момент произошел. Я неожиданно для себя, я сплюсь же, я себя не помню в это время. Я неожиданно для себя обнаружил себя сидящим, и вот так вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. И прямо что-то изнутри команда, вдох-выдох, вдох-выдох. Вот я так делаю, потом раз задышал. Потом сразу, как только я задышал, сразу вопрос, а кто все это сделал? И в сердце улыбка такая. Это я, мой друг. Это всегда рядом. Это объясняет, что когда человек из жизни уходит, то он видит свет впереди себя, и за этим светом он двигается дальше, в следующее тело. И люди, которые в состоянии клинической смерти были, они все вот этот свет видели. Потом описывали свое состояние, когда они возвращались в жизни назад. Они говорили, что я чувствовал свет, который излучает счастье, и я тянула за этим светом. Я выходил наружу и сделал. Вот такая ситуация. Бог сначала в теле, потом он нас со собой ведет, выводит из тела. Он всегда с нами. А мы его видеть не хотим и слышать не хотим. Как он проявляется перед нами в нашей жизни? В виде совести. Понимаете? Первый контакт с ним – это совесть. Поэтому надо и сознание внутрь развернуть. Понимаете? Когда человек занимается молитвой, он к Богу обращается. Я знаю, моя хорошая, что ты хочешь, чтобы все на тебя обращали внимание. Потому что ты маленькая. Но мама должна тебя взять сейчас, да? Потому что все должны обращать внимание на меня. Мама-то есть у девочки, да? Надо взять девочку. Дети всегда любят, чтобы на них обращались. Им не хватает счастья в жизни. Нужно счастья. А нам нужна лекция, чтобы все лекции. Итак, когда человек читает молитву, он кланяется святыней. И святой человек ему указывает на дорогу к Богу. И он ему показывает свое сердце. Поэтому человек, когда кланяется, молится он постепенно. Сначала в сердце чувствует спокойствие. Сердце наполняется силой побеждать судьбу. Потом дальше он чувствует проблемы свои, которые ему надо решать. Но если он продолжает молиться и кланяться, то эти проблемы решаются сами. По факту так устроено в этом мире, что мы служим Богу, а Бог решает все наши проблемы. Но так как мы не хотим Ему служить, мы хотим сами своей жизнью жить. Без Него мы эгоисты, мы сами по себе хотим быть. Поэтому и ничего не получается у нас в жизни. Мы несчастными становимся в жизни. Когда человек служит Богу, то проблемы решаются сами. Потом он глубже может в сердце пойти. Он может даже почувствовать себя вечным потом, со временем. Вечной душой. И разок в одном месте святом был. Его называют Шри Рангом. Это в Индии одно святое место. Ему уже много тысяч лет. И 800 лет назад в этом месте жил один великий святой. Его зовут Рамануджа Чари. Величайший святой. Таких очень мало рождается на земле. И он давал свое наставление, когда своим ученикам в один день он нам сказал, а теперь я хочу оставить этот мир. Можете по своему желанию оставить этот мир? Святые люди могут. Он говорит, теперь пришло время оставить мне этот мир. Я вам дал свои последние наставления. Его ученики взмолились, начали плакать. Пожалуйста, не оставляй нас. И он говорит, хорошо, я еще сутки буду вам давать наставление. И ровно через сутки я оставлю этот мир. Ну, а им что остается делать? Они согласились. И он сутки давал вам наставление. Потом, когда он уже все наставления дал, он вот так вот начал им улыбаться. Очень нежно подобранную ручку вот так вот сделал. И с открытыми глазами, с улыбкой на лице вот так. Я оставил этот мир. Но перед этим он им сказал, если вы забальзамируете мое тело, то я потом много веков буду через это тело давать вам наставление. И всем, кто будет как бы молиться, поклоняться мне, тоже получит от меня возможность узнать, получить духовное знание. И до сих пор этот великий святой сидит забальзамированный в этом месте. Вот так вот. И я там был, мед, пиво пил, по устам текло, в рот не попало. Ну, чуть-чуть попало. В общем, ему даже ногти обстригают каждый месяц. Снимают парзам и ноготь, ноготки обстригают. Представляете, ногти растут до сих пор. Уже 800 лет прошло. Вот тело не меняется. Какое было, такое есть. Так вот, когда я там молился и кланялся этому святому, то я почувствовал себя вот здесь, что я вечный, вот такой сильный, сильный, сияющий такой, маленький и вечный. И я почувствовал, что в этом ощущении себя маленьким и смиренным является огромная сила и огромное могущество. Раньше в жизни никогда таких чувств у меня не было. Я вот прям вот никуда показываю, там я почувствовал, что это я там нахожусь. А здесь просто тело, через которое я живу. Что это как машина, как инструмент, через которое я действую. Вместе со мной в это время там был Владимир Свипцов. Он тоже, он был в вашем городе, Владимир Свипцов был, да, читал лекции. Это мой друг, мы с ним вместе там были. И он подходит ко мне и говорит, слушай, у меня что-то вот в сердце, я читаю молитву, у меня в сердце что-то бьется, глубже, 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 глубже. Так что-то идет туда, какая-то сила. Я говорю, у меня уже пришло. Давай, говорю, трудись дальше. И он начал дальше молиться и тоже почувствовал то же самое со временем. Понимаете, так действует контакт со святым человеком. Он дает знания о том, кто такой Бог. Когда мы сконтактируем с святым человеком, то наша психика поворачивается внутрь, и мы приближаемся к Богу и получаем и счастье, и силу, и победу над своими трудностями. Нам не хватает просто этого в жизни. Нам не хватает в жизни силы, душевной силы и знаний. Двух вещей. Все это мы получаем из сердца. Как сохранить семью в современном обществе? Понимаете, в современном обществе невозможно сохранить семью. Почему? Потому что все девушки ходят с открытым телом. На работе люди могут дружить между собой. По факту нет дружбы между мужчиной и женщиной. Если мужчина и женщина начинают близко общаться друг с другом, это называется тонкий секс. Это не дружба. Понимаете? Дружить можно девочка с девушкой. Парень с парнем может дружить. Девушка может с братом дружить, с родным. Бог защищает от вожделения, когда брат и сестра. Сейчас уже эти тоже заслоны люди прерывают. Совести, когда нет, они уже начинают с сестрой. Такие отношения могут строить. Но если есть совесть у человека, то он может дружить со своей сестрой. Но с чужой женщиной нельзя дружить. Это уже не дружба, это тонкие наслаждения. Тонкий секс называется. Есть грубый секс и тонкий секс. Когда девушка дружит с каким-то чужим мужчиной на работе, она открывает ему сердце. Рассказывает, как ей трудно. Он ее слушает внимательно. Далекий совет. Но женщина только одному мужчине может открывать свое сердце. Она не может сразу двум. Это означает, что мужу она уже свое сердце никогда не откроет. К чему же такая дружба приведет дальше? К развалу семьи. Понятная система? Некоторые девушки находят себе наставника, который строит им глазки. Результат такой же. Веда объясняет, что наставник, квалификация наставника в чем заключается? Что он не соблазняет чужих женщин. Значит, он может быть наставником. Если он глазки всем строит, это никакой не наставник. Это человек, который обманывает всех. Понимаете? Наставник должен быть старшим. Он не должен равное отношение с женщиной строить. И так в современном обществе невозможно сохранить семью. Потому что устои современного общества ее разрушают. Женщины ведут себя, привлекают внимание к себе. Мужчины привлекаются чужими женщинами. Так создаются трудности. Поэтому, если вы хотите сохранить свою семью, это возможно. Но для этого вы должны немножко быть не в современном обществе. Для этого надо иметь правила в жизни выше, чем те, которые существуют в современном обществе. Нужно немножко себе поднять выше. Понимаете? Нужно сделать дома алтарь. Нужно культивировать себе совесть. Нужно, когда вы, допустим, говорите, я совестливая, а муж бессовестный. Это просто объем работы. Понимаете? Вы все равно, сердце одно на двоих в семье. Не бывает так, чтобы вы менялись, он не меняется. Он будет чуть-чуть запаздывать, но он тоже будет меняться. Если вы говорите, почему я должна быть первой? Я сейчас вам объясню, почему. Кого Бог выбирает, тот и первый. Как вы думаете, вот в вашей семье кто первый? Вот в вашей семье кто первый должен меняться к лучшему? Кого Бог выбрал? Вот в вашей семье, лично вашей. Как вы думаете? Да, кто пришел на лекцию, тот и первый. Бог выбрал того, кто пришел на лекцию. Без вариантов, понимаете? Не хочется, конечно, быть первым, хочется быть вторым всегда, но вам придется быть первым. Поэтому вы должны менять себя и сделать так, чтобы в вашей семье было больше нравственной культуры. Если вы это сделаете, муж тоже будет меняться постепенно. Человек не может жить во тьме, когда восходит солнце, понимаете, рядом. Это невозможно. Божественная сила растапливает всю тьму, все невежество вокруг себя. Невозможно в святом месте остаться грешником. Если вы из своей квартиры делаете возвышенное место, там есть алтарь, вы с молитвой готовите, вы желаете всем счастья, вы прощаете, просите прощения, рано встаете, пораньше ложитесь спать, чтобы раньше встать. Если вы так живете, то муж не сможет остаться безучастным к этому всему, потому что сознание человека всегда меняется от общения. Какое общение у человека в жизни есть, такое будет сознание. Точно так же и жена. Вы говорите, у меня хуже религиозная ситуация, я перехожу на лекции, жена не ходит. То же самое будет, что жена тоже будет менять свое сознание со временем. Поэтому, если вы хотите вашу семью сохранить, чтобы у вас не было разврата дома, тогда развивайтесь духовно. Но это не значит, что не будет испытаний. Испытания будут, они будут хорошо заканчиваться. Субтитры создавал DimaTorzok